Здесь пати охота, зачем тебе жестянки висят над головой, понял, мог бы не спрашивать. Да нет, конечно, не хотел бы. Потому что лениво. Лениво, потому что скучно. А что, весело? Однозначно, однозначно. Сейчас ляпну какую-нибудь банальщину, что вот надо учиться на собственных ошибках, чтобы не наступать на одни и те же грабли. И куда это годится? Ну, говорят, дураки на своих, умные на чужих. Может быть, кто-то найдется один умный на тысячи нормальных. Я на своих ошибках учусь, я нормальный. Мне тут подсказывают, я на ней могу бабки зарабатывать. Ну, честно говоря, бабки вообще пшивые. Вот английский язык и прочая иностранщина. Вот это дело, за это люди платят, а чтобы за историю кто-то платил. Я такого еще не видел. Интересно же. Все интересно. Обожаю. То, что надо. Взять учебник школьный или вузовский по истории, да почитать. И будет ништяк. Да, абсолютно. Все проверено. Может быть, опечатка, например. Да, могут, например, букву не ту напечатать. Но это виноват корректор, а не историки. Изучают в основном историю своей страны, а мы своей. Вот удивительно, что о себе они говорят больше, а нас меньше. Это, по-моему, нормально. И мы делаем то же самое, только для себя. Карамзина, там, типа Платонова, типа Костомаров молодец, Соловьев, да много их. Возьми да почитай и все, вся история моя. Если бы Гитлер победил, прилетели бы инопланетяне, всех бы захавали. И все. Все бы умерли. Ну, а почему бы нет? Предполагать так предполагать. Ну, бесполезное это дело. Самое бесполезное. Ну, что толку гадать-то? Нужно, более того, по секрету. У них там на гнилом Западе это вообще в порядке вещей. То есть, одно и то же событие, оно трактуется совершенно по-разному и никого это не бесит. Потому что люди разные. А у нас это почему-то доходит до истерики. Когда трактуют сначала так, а потом и иначе. Наверное, потому что у нас была долгое время какая-то генеральная общая линия партии. Вот. Считалось, что трактовать можно только вот так. А остальное все неправильно. И как только трактовки начали меняться, люди многие, ну, в истерику впали. Ой, историю переписывают, ой, все меняют. А, наверное, зря они истерят. Тут надо различать факты и их оценку. Оценка может меняться. Да, не бога. Факты перевирать нельзя. Оставь факты на месте. И все, больше от тебя ничего не требуется. Другие люди сами решат, кто хороший и кто плохой. Каждый сам за себя. Это нормально. Да, кто факты меняет, умалчивает, домысливый. Вот за это можно и в лапешник бить. Это хорошо. А если оцениваешь их по-разному, так ради бога, кто ж тебе запретит. Не, ну, Сталин лично в замесах не участвовал. Он руководил. А, не, ну, не знаю. Вот я о чем и говорю. Дело хозяйское. Хочешь дома сиди, хочешь на парад иди, хочешь со Сталиным, хочешь без Сталина. Другое дело, что там немножко, ну, как идея не та. Там люди со своими родственниками выходят, да, вот с портретами. Вот если бы там был какой-нибудь правнук Сталина и пришел бы с портретом, я не думаю, чтобы его куда-то завернули. Вот что, дедушка. Да, они там не в тему немножечко оказались. Может быть, из-за этого. Может, и милицейские слегка переборщили. Может, надо было их пустить. Может быть, сами участники парада бы им по голове настучали без помощи милиции и выкинули. И такое может быть. Ну, как-то разрешили бы, наверное, проблему. Ну, не знаю, что сделан-то сделан. Ну, по закону-то они ничего такого преступного не сделали. Другое дело, что попали с суконным рылом в калашный ряд. Ну, не к себе сунулись, не на то мероприятие. Им на коммунистический митинг надо с портретами такими идти. И вот там бы они были как раз в тему. Ну, косяк, конечно, большой косяк. Перекос. Идут люди по пути наименьшего сопротивления. Вот такие политические события, они лучше всего в истории отражены. Ну, поэтому их и рассматривают, их и берут как бы за основу, за отправные вехи. Но есть же там вот на 20 параграфов политики, в учебнике школьном, два параграфа по экономике и один параграф по культуре. Да, 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 да. Зато с картинками. Может быть, научные достижения, да, следовало бы больше пропагандировать. Например, такой вопрос, кто и когда изобрел колесо, кто и когда и где. Дело, что никто этого не знает. С политикой как-то лучше дела обстоят. И с войнами, и с царями. Я, о чем и говорю, это самое простое, самый простой способ изучения истории. Самый, что такое известный. А попробуй найти того же изобретателя колеса, и ты уже влип. Вот люди поэтому и идут так вот по проторенной дорожке. Только, видишь, и техника, они действуют медленно, из-под тяжка. Поэтому даже причина-следственная связь не всегда заметна. А вот, скажем, появление такой беды, как кочевое, или кочевники обидятся, появление такого подарка, как кочевое общество, оно же связано напрямую с железным веком. В прошлом веке чистой воды кочевников еще не было. А вот с появлением железа появились. То есть, наука и войны, они тоже связаны. Просто связь между ними не всегда заметна. А вот раскопать ее, выявить, это немаловажно. Это дорогого стоит. Так что надо изучать научно-технический прогресс. Пирамиды. Египетская сила. Соответственно, китайская. Ну, как бы и не замечены при строительстве. Ну, почему не мог. Построили же. Вот же они есть. А кто? А что, об этом ничего не написано? Когда, почему не писали? Что вот наняли бригаду рептилоидов. Вот. Что они там трудились целое лето. Потом уехали к себе в Таджикистан. Ну, тогда им все удалось. Можно только гадать. А сослагательное наклонение, мы говорили в истории, вообще недопустимо. Ни один рептилоид не замечен. Ну, что там строили от гунов, там уже ничего не осталось. И что куда смотрело, уже никто никогда не узнает. Там один вал, который и то видно чаще всего только при аэрофотосъемке. И реже можно увидеть земли. Вот. А то, почему сейчас туристы гуляют. Это от грохли 16-17 века. Первая половина. Вполне себе исторический период. Для защиты не от гунов уже, а от маньчжуров. Там уже нурхатцы и абахай вовсю хулиганили. Так что, вначально перегородили только самые такие опасные места, где можно было пройти войску. И поскольку обходной маневр был не исключен, бойницы делали в обе стороны. А соединил вот эти вот куски оборонительные в одну стенку, это уже, дай бог памяти, по-моему, Мин Вань Ли. Это конец 16-го как раз и начало 17-го века. Но это время нашей великой смуты и нашего первого Романова Михаила Юрьевича. То есть, время уже недоисторическое. Вернее, он догадался вот эти отдельные участки соединить в одну здоровую стену. И получилось вот то, что сейчас получилось. Почему гуляют туристы. Там уже все задокументировано. Кто строил, в каком году и, извините, против кого. Тут уже ошибиться трудно. Пайцы друг от друга тоже отграничивали, отгораживались, вернее, стенами. Китай не всегда был единой империей. Царства отгораживались друг от друга. Направление стен может быть самое разное. Время постройки тоже самое разное. Включая, да, вот не соврать, по-моему, Северная Вэй пыталась отгородиться стеной по всему периметру. Так что там стена может смотреть вообще в любую сторону. Другое дело, что стены этой, по-моему, уже не осталось. Ну, в нормальном, по крайней мере, непотревоженном виде. А то, что сейчас, вот, туристический такцион, это Минская эпоха 16-17 века. Северо-восточный Китай. Главная задача строительства уберечься как-то от маньчжуров. Убереглись. Именно и стена не помогла. Вернее, Усаньгуй предал. До сих пор Китай матерят. Ну, заслужили. Что делать? Ну, сколько возни на это положили? Ну, сколько Хеопс, Херодот 30 лет свою пирамиду строил. Пока царствовался, как начал, стал царем, так и начал строить себе могилу. Ну, такие были понятия у людей интересные. Что вечная жизнь начинается только потом. В то время вне конкуренции. Там весь мир пока был занят тем, чтобы найти, что пожрать. Ну, исключая, может быть, Месопотамии. А тут ребята начали жить так, что один человек мог прокормить запросто десяток. Работая в сельском хозяйстве. Непривычно было людям, что девять человек вот остаются без работы, а чем их занять? Потому что можно было бы ту же твою культуру развивать, науку, искусство. Но не сразу не до этого додумались. Чтобы девять человек из десятка не скучали, которым делать нечего. И работу нашли без выходных и праздников. Ну, на одну династию это хватило. На четвертую. Потом-то был бунт. Вот. Фараонов себе египтяне поменяли и потребовали себе выходные хотя бы один в неделю. Пришлось пойти на уступки. Больше после этого такие пирамиды не строили. И слава богу. Ну, все равно спасибо им. Ну, такие вот халабуды там построили. Смотреть приятно. И даже обороняться не должен. Ничего кого, настолько он был вне конкуренции. На него напасть никто не мог. Соберут ливийцы там огромную армию, человек 30. У шумер немножко похлопотнее была жизнь. Не так. Не такие тепличные условия. Не до пирамид. Хотя зекураты тоже строили здоровые. Все они с шумерами, вернее, с ракцами до сих пор спорят, кто из них древнее. Ну, вроде как Египет. Чуточку. Хотя не факт. Те, что плохо живется. Впереди планеты всей мы, наверное, не были никогда. Ну, с другой стороны, ну и не самое паршивое ведь место на свете. И есть такие места, где еще хуже. Вот-вот. Так что... Другое дело, что развиваемся мы неравномерно. То пусто, то густо. То вроде все тихо, спокойно. То такая начнется взамута. Разваливаем все и начинаем сначала. По деньгам-то. Наверное, нравится больше 17 век. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Можно было свинтить куда-нибудь и потеряться. Папа, у тебя лодырь. Издельник или же бока. А там надо трудиться, как краб. Краб на галерах. Да. Точно знаю. Из авторитетных источников. И хочу в крабы. Нет, но надо. Или как... Скорее нет. Надо, но нет. Историк, он не должен быть под приводом по определению. Да. Да потому что, когда историк становится патриотом, с ним приключается небольшая беда. Он перестает быть историком. Но он становится патриотом. Нет, может быть хорошо. Но историком он быть перестанет. Не хотелось бы. Мне во всяком случае. Мешает. Объективность куда-то улетучивается сразу. Ну, плюс, да, кто-то из англичан хитрый. По-моему, Джонсон сказал, что патриотизм это последнее прибежище негодяя. Ну, а кто-то это... Вот это уже, по-моему, Марк Твен, американец. Если твое мнение совпадает с мнением большинства, это повод задуматься. Желательно, вот, как-то смотреть на происходящее немножко критично. Оно никогда не помешает. Воспринимать надо как-то спокойнее чужое мнение, даже если оно от твоего отлично. Глуповат, по-моему, как-то. Раньше думали, что коммунизм это светлое будущее всего человечества. Почему так думали? Потому что историю не учили ни хрена. А учили бы историю, знали бы, что коммунизм уже был, существовал, как частная форма государственного устройства. Не во всей планете, а в отдельных районах и в отдельные времена. То есть он, как бы, не светлое будущее, а частный случай. И когда он нужен, то, пожалуйста, пусть он будет, когда он не нужен. Зачем его навязывать-то? А когда он нужен... Затюк весь. Ой, я лохоббар. Ага, именно, когда дела идут из рук вам плохо, как радикальная мера для наведения порядка хоть какого-то. Ну, а когда выбрались, извините, из дерьма, ну зачем? Ну, сказать ему спасибо, да и отпустить. Как можно строить то, чего не знаешь. В общем, в том-то и дело, что уже пробовали. Примеры есть. В России в том числе. У нас коммунизм продержался три года. Потом пришлось отменить. Раздрай, голодуха. Кошмар. Убрали все это. Сами же убрали. Сами коммунисты и убрали. То есть построили сначала коммунизм. А потом отказались. Ну, котелок-то варит не совсем же, смотришь. Ну, это как Вовочка пришла в школу с распухшей губищей, да? И сказал, что его папа от пчелы спас. Весном убил. Предлагаю, что Россия в люди выйдет. Ну, не завтра. Не послезавтра. Да, можно, безусловно. Ну, давай. В ближайшее время не развалится. Это точно. С демократией будут большие проблемы. Это верно. Так. На Западе успехи будут более чем скромными. Но Украину поделим. Вот. И в основном будет, так сказать, перерощение за счет продвижения на восток. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Что, да, китайцам и японцам, твоим любимым, увы, там пока ничего не светит. Уходить мы оттуда не собираемся. Ну, судя по тому, что было раньше, если предположить, что история все-таки движется циклично, примерно это нам и светит в ближайшее время. Жизнь будет довольно-таки спокойная. Центр оппозиции переместится из столиц в провинцию. Без социальных конфликтов не обойдется. Слава будет дальше и дальше наводить порядок, продвигаясь в провинцию до самых окраин. Ну, а провинции не всегда на это будут спокойно реагировать. Японию, 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 Японию. Так, сейчас прикинем. Семь на ум пошло, миллион туда, миллион сюда. Так, все будет нормально. Ну, так, с нами они наконец-то померятся. Может быть, даже так немножко и дружить начнем. Потому что Япония все чаще будет, так сказать, характер показывать. Ну, в себя приходить после разгрома, после войны. Да, особенно от своего куратора американского будет отстраняться. Потому что интересы, да, там экономические, они всегда совпадают. А с кем мы теперь дружить? Ну, с китайцами да с нами. Ну, и корейцы, разумеется. Ну, будет примерно так. Тоже все будет спокойно. Вопрос интересный. Вопрос прогнозирования. Мне самому еще надо с ним немного поработать. И довести его до ума. С ней пока сложно предсказывать. Она началась таки в Северной Америке. Только буквально с 17 века. Учитывая, что цикл исторический один занимает от 350 до 400 лет. Там еще трудно проследить какую-либо повторяемость, какую-либо цикличность. С ними сложновато. Ну, смотри, с чем это связано, это все. Вот это самая цикличность. Да, да, да. Со сменой поколений, разумеется, да? А так, с возможности установления эмоционального контакта. Со своими предшественниками и своими потомками. Правильно? Наверное. Так. Ну, и на сколько поколений это возможно в обе стороны? Максимум на три. Больше не получается. Ну, да. Как бы про бабушку и прадедушку кто-то еще может видеть и помнить. Что было знакомство личное с прапрабабушкой или прапрадедушкой. Это что-то для книги Гиннеса, по-моему. Вот. Поэтому и получается, что как бы в одну сторону движение идет на протяжении семи поколений. А это что-то около 170-210 лет. И в обратную тоже, в такое же количество времени. Вот и получается полный исторический виток. То есть, если так грубо, четыре столетия назад отмотай и посмотри, что было в стране в это время. И получишь то, что будет в ближайшее время. В Европе, кстати, наверное, светит некоторое сокращение демократии в ближайшем будущем. Ну, придется немножко ее поумерить. Очень возможно, что по национально-религиозному признаку. Может, я что и путаю. Я ничего никогда не путаю. В Швейцарии выхода к морю нет. И у Австрии. И у Чехии. Ну, вроде не жалуются. Албания на море вся. А толку? Нет. Почему? Рациональное зерно здесь есть. Понятно, что тут торговые пути, внешнеэкономические связи. Все такое. Опять же, рыбный промысел. Там добыча каких-нибудь углеводородов на морском шельфе. Не без этого. Все дела хорошие, но не факт. Ни на одном море все замешано. Я, как того Рюрика, смотрел, помнится внимательно. Блокнотик взял, карандашик. Ну, думаю, сейчас я законспектирую. Разгромлю Шарлатана по полной программе. Как был блокнотик чистый в начале фильма, так и остался чистый. Там оппонировать нечему. Фильм-то пустой, ни о чем. Болтовня. А-ла-ла. Там ни одного факта, который можно или принять, или отвергнуть. Это фигнище. Вот он какое-то болото показывает. Смотрите на это немецкое болото. Это же настоящее русское болото. Я что должен делать? Как ему оппонировать? Нет, извини, друг, болото совсем не русское. Вот посмотри. Здесь присутствуют явные германские элементы. Какая чушь. Ну, ни о чем. Все эти его фильмы. Насчет книг не знаю, но подозреваю, что то же самое. О чем и речь. Летописи поздние. Там уже тоже нагородили. Не пойми чего. Так что, нет. Вот с его историей. Да не нашел я там ничего, о чем можно было бы поговорить. Даже. С чем-то спорить даже нет ничего. Ну, другое дело его лингвистика. Но это чистой воды стек. Ну, где он там слова начинает объяснять? А, который послановье задницы читает? Ну, тут один способ проверить, насколько он профессор. Вот взять, например, какую-нибудь картинку, по которой он читает, как послановье задницы. Так. Картинку, причем, ну так, взять рандомно. Взять несколько его последователей, посадить их в разных местах и предложить им прочитать то, что на этой картинке написано. Если они прочтут одно и то же, ну, наверное, есть еще о чем поговорить. Причем не просто одно и то же, они же могут заранее договориться, правильно? Они должны еще и показать, где находится вот эта буковка, где вот эта, как вот эта буковка написана, куда вот эта буковка наклонена. Если все совпадет, то, что они по этим картинкам ранее не знакомы увидят. Ну, тогда да, тогда что-то в этом есть. Но, по-моему, такой эксперимент еще никто не проводил. А так, конечно, они могут договориться, читать одно и то же все это, его маму, малораму, ушуры, шары и написать. Но если человек на солнечной поверхности читает русскими буквами «Слава Руси», тут есть о чем подумать. По-моему, он по какой-то другой дисциплине преподает, а по истории у него диплома нет, и преподавать ее он не имеет права. Это же он так на досуге увлекается. Ну, это как бы никому не запрещено. Ну, пусть читает по слоновой эпопе «Слава Руси». Может, там действительно это написано. Ну, смотря сколько на грудь принять. Славяне из Припятских болот и местность к северу от Карпата, это Южная Польша, с этих мест. Ближайшие родственники латыши и литовцы. Не, я смотрю по языку, на каком языке люди говорят, а остальное меня не волнует. Там столько всего намешано, что если все это копать, все равно не раскопаешь. А так, если даже у нас родится какой-нибудь случайный негр. Ну, и вырастет он в России, и язык для него родной русский. Папа в Африку, например, сразу уехал. Ну, и кто он по национальности? Русский, конечно. Нормальный русский, как и все. Конечно. А остальное все от Лукава. Остальное все Лабуда. Ну, я с Лименичной Льем знаком. Интересный вопрос. Вот, слушай. Александр, вот, например, первый. Дриной был мужик или нет? Ну, он, например, финнам дал конституцию. Начало девятнадцатого века. Полякам дал конституцию, а русским не дал. Ну, который я и победитель. Вот, что же он русским-то конституцию не дал, злодиюка такая? Вот я о чем и говорю. Ты про Путина спросил, а я Александра Первого вспомнил. Полякам дал конституцию, финнам дал, а русским нет. Почему? Ну, может, многое зависит от того, с кем имеет дело человек. Ну, да. Или вот Екатерина вся такая, вторая которая, вся такая европейская, образованная, просвещенная, с Вольтером переписывалась. И тоже конституцию у нас не ввела. Почему? Ну, тоже, наверное, посмотрела, с кем имеет дело и решила, что... Вот, вот, вот. Да вот и с Путина, наверное, та же история. Не знаю, может он и хороший, может он и лапочка, может он и солнышко. Но надо же, как бы, быть реалистом. Понимать, в какой стране командует, с кем имеет дело. Поэтому, извините, вот... Да, наоборот, он уже, наверное, понял, с кем дело имеет. Поэтому уже думает больше, наверное, о себе, чем о реформах. Конечно, не в тему. Поэтому, согласен, надо его менять. На Украине была такая же беда. Сколько президентов переизбирали, с каждым все хуже и хуже. Может, они и ребята были хорошие. Может быть, хотели как лучше. А посмотрели, куда попали и поняли, что лучше воровать для себя. Ну, хоть какая-то будет польза. А иначе все будет смарку. Ну да, поэтому и я в политику не хочу, и в президенты не тянет. Я не знаю, может, Бутин тоже хотел бы, чтобы все были здоровы, счастливы. Чтобы все улыбались. Вот. И у каждого был счет в швейцарском банке. Ну, видит, куда попал и делает, что может. А может, уже и не делает, что может. Может, ему уже это остачертило совсем. Ну, я голосовал на последних вот выборах недавних за Ксению Анатольевну. Не люблю, когда женщин обижают. Они тут так не решают. Ну, и что ж теперь? Это же не Пути, не очень. Обидно стало. Ну, я, может быть, немножко еще и идеалист, поэтому и Путина понимаю. Как он еще не спился? Меня удивляет. Ну, вот он и понял службу. И теперь живет больше для себя. Доживем, увидим. Может, опять медведь его вместо себя посадят. С совместителем. Ну, значит, опять пойду голосовать за Ксению Анатольевну, если доживет. Главное, чтобы оппозиция, наконец, у нас появилась нормальная. Нормальная двухпартийная система. Чтобы они были фактически одинаковые, но друг друга ненавидели, друг друга подставляли, делали гадости и поливали друг друга дерьмом. И тогда все будет нормально. Батюшку царя подавай. Как будто при нем будет лучше. Я понимаю, это к вопросу о том, надо ли впадать в истерику, если меняется трактовка, например, оценка исторических фактов. И надо ли орать, что вся история переписана, что историкам верить нельзя. Спокойнее надо относиться к чужому мнению. Даже если оно не такое, как у тебя. Вот нам бы этому научиться. Глядишь, дела бы получше пошли. Только туфты сейчас гуляют в интернете. Что ж нет. Ну, всем привет. Peace and love. Все такое. С Рождеством. С Рождеством. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!